Сейчас всем, и в первую очередь лаптям, стало окончательно понятно, что их армия, авиация и флот бездарно бесполезны и настолько технологически отсталы и плохо организованы, что о ведении войн с сильными противниками не может быть и речи. Получив ряд мощных ударов по своим военным объектам в собственном тылу, там сейчас апеллируют к ядерке. Если бы на скрепных болотах не было ядерного оружия, то и не было бы никакой на Московии уже лет так 20, а то и больше. Скорее всего, уже выросло бы поколение, которое слабо себе представляет, что такое «Раша». Ядерное оружие стало последним рубежом, в который лапти уткнулись копчиком, и кроме того, оно стало тем, чем они пока еще могут реализовать внешнюю политику, которая со времен Хрущева называется «Кузькина мать». Но поскольку оружие это очень специфическое, а его применение не важно против кого и при каких обстоятельствах может запустить процессы, которые окажутся смертельными для самого инициатора, это понятно всем, и поэтому ядерка используется для демонстрации силы осуществления давления и самоудовлетворения собственного поголовья покорной отары тем, что «мы же ж можем». И вот сейчас, как раз тот момент, когда Путину позарез, необходимо показать, что он не импотент, а еще очень даже ого-го. С этой целью неделю назад проводились военно-морские учения на всех флотах, кроме Черноморского, который почти убит. Главной целью этих учений было показать, что их носители ядерного оружия еще способны летать и плавать. Но фокус в том, что именно морские силы, носители ядерного оружия, в основном подлодки, и уже их не сильно продемонстрируешь по самым разным причинам. А все остальное имеет вид, от которого смеялись в Минобороны Эстонии. И вот как только закончились эти учения, а добиться шока и трепета у мирового сообщества не вышло, было решено пойти другим путем. В общем, когда эту моль прижимает и плющит, она тут же отдает команду снарядить какую-то межконтинентальную баллистическую ракету, чтобы показательно сжахнуть ей по полигону Кура на Камчатке. Никто и никогда не видел, куда там прилетают ракеты. Но военное ведомство всегда докладывает о том, что цель поражена. Это именно то ведомство, которое тем же тоном рассказывает о перехвате дежурными средствами ПВО всех целей и, соответственно, об упавших обломках, от которых что-то загорелось и огонь перекинулся на взрывоопасные объекты. Так произошло и в этот раз. Было решено запустить МБР «Сармат» по тому самому полигону Кура, чтобы показать загнивающему Западу, что Кузькина мать еще имеется в наличии, а также ее работоспособность и угрожающую мощь. Межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», которую рашидские дуримары попытались запустить, категорически отказалась лететь. И вот в течение дня появились мелкие детали, которые касаются инцидента и мнения противника по этому поводу. Кстати, там есть некоторые подробности, которые действительно могут быть известны только тем, кто близок к этим странным мероприятиям. Запуск этой ракеты был произведен практически сразу после окончания распиаренных военно-морских учений. По слухам, вся эта суета с плавающими корытами была массовкой, а основным элементом учений должен был стать групповой запуск МБР «Булава» с борта одной из атомных подводных лодок. Но пусков не произошло, причем ни групповых, ни даже одиночного. Что-то самое неприятное по закрытым каналам, лапти предупредили штаты о таких пусках. Мал, они будут носить учебный характер, хоть запуск и будет групповой. Очевидно, что американцы напрягли свою спутниковую группировку и, наверное, подтянули ближе к месту возможного запуска какие-то свои силы и средства, но ничего не произошло. И это на фоне того, что буквально только что американцы сами провели испытательный пуск своей МБР шахтного базирования «Минитмен-3», и все прошло штатно. Таким образом, расисты собирались переплюнуть американцев, но те так и не дождались шоу. Причины, по которым пуски не состоялись, покрыты мраком тайны, как и само намерение пострелять несколькими ракетами. Всем очевидно, что на субмарине что-то пошло не так, и пуск отменили. Дуримарам стало неудобно, и была отдана команда срочно готовить «Сармат» — ракету шахтного базирования. Конечно, это не групповой запуск ракет «Булава», что технически осуществить более сложно, но, как говорится, на безрыбье и рыб раком. На крейсере «Москва» хорошо знают эту присказку. В общем, пошел приказ о срочной подготовке ракеты к запуску, чтобы не опозориться перед американцами. Насколько можно понять, логика там такова. А пуски предупредили, но намеренно исказили реальную картину, пока американцы ждут пусков из акватории, а тут бац. Полетела из шахты. Так и срыв программы можно скрыть и Кузькину мать показать, и продемонстрировать американцам невыносимую хитрость. Но, как известно, «Сармат» мало того, что не полетел, так еще и взорвался прямо в шахте. И вот оказывается, что срочность пуска была обусловлена не только тем, что надо было отмазать неудачу моряков. Как обычно, там любят показуху к определенным датам, и здесь это присутствовало в полной мере. Оказывается, это должен был быть первый из двух пусков. Впрочем, слово российским специалистам. В ходе тестового пуска МБР РС-28 «Сармат» на полигоне Пресецк в Архангельской области произошло ЧП. Ракета не взлетела и взорвалась внутри шахты. Источники особо подчеркнули, что ракета не была снаряжена ядерным боезарядом. Видимо, указание распространить эту информацию было дано из Министерства обороны. На основании разговоров с нашими источниками в оборонном ведомстве мы получили три версии произошедшего. В этой части доклада главной является та, которая касается отсутствия боевого заряда. Наверное, это должно было кого-то успокоить, или же так пропагандисты хотели нагнать важности. Нам даже такое сообщают, есть там ядерный заряд или нет. Но любой человек, который достаточно долго не употреблял алкоголь и тяжелые препараты, легко поймет, что ядерной боеголовкой жахнуть по собственному полигону Кура было бы перебором даже для Советского Союза. Насколько известно, там проводили ядерные испытания только боеголовок без ракеты. А такой дичи даже тогда в голову никому не приходило. В общем, такая пикантная подробность должна была подготовить к тому, какие именно версии будут предложены. Но, скорее всего, какой версии там точно не будет. Итак, вот расклад, который выдал Раша-пропагандист. С этим тестовым пуском очень спешили. Говорят, генералы хотели сделать один пуск в конце сентября, а следующий в начале октября. Ко дню рождения Владимира Владимировича, говорит высокопоставленный собеседник. Но спешка – это только первая причина неудачи при испытаниях. Вторая, еще более прозаично, воровство. Собеседник в Минобороны отмечает, что на создание и испытание «Сармата» были выделены колоссальные средства. Собеседник, причастный к процессу торговли оружием, не скрывает своего удивления провалом истории с «Сарматом». Нам ракета прямо сейчас не нужна. Но удар по имиджу российского оружия невероятный. Поразительно, сколько денег умудрились украсть. Думаю, что никто не узнает. Сейчас пойдут проверки и начнутся новые аресты, сообщил источник. Третья причина не столь очевидна, но наши источники в Минобороны намекают, что проблемы могли возникнуть из-за технологических элементов ракеты. Некоторые уникальные чипы из-за санкций нам реально очень сложно достать. Много подробностей не будет, но ходят слухи, что часть плат заменили отечественными. И вот результат, сказал собеседник. Как видно, сапоги и фуражки решили порадовать фюрера царь Пуском ко дню рождения. Но с первым Пуском не сложилось, и посмотрим, решатся ли они на второй. Просто если он пройдет с таким же успехом, то выгоревших полян возле конторского космодрома Плесецк станет слишком много. А из космоса это будет выглядеть особо позорно. Если бы ракета упала где-то в океаны, можно было бы сказать, что она вышла на сверхнизкую траекторию и отработала маневр ухода от радаров противника, после чего успешно поразила цель на морском полигоне. Здесь другой расклад. Ракета сказала, кто в теремочке живет? И, не дожидаясь ответа, постучала в стенку шахты. Но самое интересное то, что пропаганда так и не решилась даже как-то упомянуть о том, что у скрепной ядерной триады явно выпало два зуба в течение одной недели. Подводный и шахтный. А этим надо было пугать штаты. И теперь получилось, как они любят. Хотели издать громогласный победный звук, но не шмогли. Тем не менее, вывод делают правильный. Как бы то ни было, из-за деятельности высших чиновников сегодня произошел серьезный инцидент, который ставит под угрозу не только производство сармата, но и дальнейший экспорт нашего оружия за границу. В самом деле, если такое самое важное, пафосное оружие ведет себя так неподобающе, то рассказывать о не имеющих аналогов С-400 вроде бы как уже и неудобно. Вернее, рассказывать можно все, что угодно. Только вот призрак сармата уже нервно ходит по Азии. Так что придется действовать по старинке. А именно, отправлять спецназ в Бразилию, чтобы там добыли матерого крокодила. Ко дню рождения фюрера еще можно успеть изготовить новый чемодан. Это действительно уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших вооруженных сил. Надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз. И заставит задуматься тех, кто в полуоголтелы агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране. Редактор субтитров А.Семкин